Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынка от компании Тикмилоса. Я Артур Изятуллин. Азиатские рынки выглядят подавленными в понедельник, так как решение китайской делегации отменить переговоры с США укривляет опасение, что ни одна из сторон не хочет и не сможет уступить в торговый нефть. В то же время цены на нефть подскочили. Брент у нас превысил отметку 80 долларов за баррель, в то время как VTI американский приближается к отметке 72 доллара и почти готов ее пробить, так как основные производители нефти Саудовской Аравии и России заявили, что не собирается наращивать производство ответ на призывы Трампа, чтобы снизить цены, так как это не в их интересах. Акции зимных с МССА, не включая Японию, снизились на 0,8%. При этом гонконгский рынок акций показал худшие результаты в Азии, пытаясь заложить пессимизм, связанный с тем, что переговоры не состоятся и потерял он сегодня 1,3%. Торговля акциями в Китае и Южной Корее приостановлена на случай национальных праздников. Американские пошли на 200 миллиардов долларов китайских товаров начали действовать сегодня утром, в то время как формальный ответ китайской стороны последует также сегодня, только в полдень. Однако в двухсторонней торговле двух стран Китай импортирует меньше, чем экспортирует, то есть у США наблюдается торговый дефицит. Поэтому при относительно безопасных тарифных ставках, которые странами имеются друг с другом, Китай может обложить налогу меньше товаров, чем это может сделать США. Получается, что благодаря этому перевесу в торговом балансе у Китая, он как раз таки имеет сейчас некоторый недостаток в плане торговой войны, так как Трамп удается выиграть время, нанести больше урон китайским экспортерам, потому что он сразу может нанести значительный удар. В то время как Китаю приходится обдумывать какие-то нетарифные способы наказания США, это занимает, конечно же, время, так как каждая из мер имеет две стороны, медаль она бьет как и по себе, так и по противнику. Одной из таких мер, конечно же, может стать неявные административные барьеры против американских компаний США, которые широко обсуждаются. Считается, что если Китай сможет умело надавить на компании, работающие в Китае, то они смогут как-то политически лоббировать, повлиять на администрацию, чтобы исключить негативное влияние на них. Другой мер рассматривается денежное смягчение китайской экономики, которое, естественно, повлечет с собой обесценение юаня и при этом будет защищать прибыль экспортеров китайских в национальном выражении. Настроение инвесторов также испортило новость о том, что Китай в спешном порядке отменяет делегацию в США для проведения переговоров на среднем уровне. К тому же останется дома и китайский вице-премьер, который должен поехать в США, поехать, чтобы восстанавливать торговые отношения, но у него это не получится сделать. У администрации США, соответственно, на официальном сайте нет никаких дат о том, когда запланированы следующие переговоры. С приближением дедлайна по переговорам по Brexit, волатильность торговли в фунте растет. В конце прошлой недели британская валюта потеряла почти 1,4%, чего рынок не видел с июня 2017 года. Сегодня у нас британская валюта немного укрепилась против американского доллара. И следует заметить, что вот такое снижение, можно сказать, даже стало нормой, относительно нормой для фунт, так как на последней неделе наблюдались скачки фунта на более чем 1%. Это стало довольно-таки нормой для трейдеров, так как вот такие американские горки, они привлекают больше спекулянтов и вытесняют инвесторов. Соответственно, чем больше спекулянтов присоединяется, тем выше становится волатильность, потому что для них этот торговля, такой режим торговли более-менее удобен. Фунт доллар у нас нашел равновесие на уровне 1,376. Вот здесь его подобрали, сегодня вот наметились слабые попытки роста. Падение произошло, но новость о том, что план на Терезу Мэй по выходу из ЕС. Лидеры ЕС отклонили данный план без разумительных, по ее мнению, комментариев. Это еще раз говорит о том, что все попытки Мэй как-то найти общие точки соприкосновения с европейским лидером пока что не получается. И в рядах собственной партии консерваторов Мэй также растет недовольство ее политиков, поэтому с одной стороны ее упорство затягивает положительный исход переговоров, но с другой стороны приближает тот исход, что мы может быть как-то отстранены от поста и контрольный переговор может быть какое-то другое политическое лицо. Доллар у нас совершил разворот в пятницу и развивает импульс в начале этой недели, так как приближение даты заседания ФРЭС, несмотря на известные изменения параметров денежно-кредитной политики, все равно продолжает скрывать некоторые сюрпризы для денежного рынка. Как я уже говорил на прошлой неделе, торможение инфляции в августе не позволит ФРЭС сделать так сразу истребинные обновления в прогнозе по повышению процентных ставок, так как на этот раз уставший потребитель может не справиться с инфляционным импульсом от новых тарифов. Основная неопределенность в политике ФРЭС сейчас сосредоточится на вопросе, будут ли, смогут ли чиновники повысить ставки выше нейтрального уровня, если да, то как долго это продлится и как значительно ставка превысит нейтральную. Это зависит от того, как ФРЭС восприняли недавние данные, указавшие на замедление экономики. После сентябрьского заседания, решение которого пройдет в среду, наличные впервые за десятилетия могут начать приносить реальный и положительный доход, точнее не наличный, а денежный именно рынок. Это рынок, на котором обращаются долгой бумаги сроком до одного года. В первую очередь речь идет о краткострочных одномесячных казначейских облигациях, доходность, по которым после вычета инфляции может снова стать положительной, наряду с бандами других сроков погашения. Преодоление этой психологической отметки позволит спросу на доходность переключиться также на денежный рынок. Рынок акций, таким образом, постепенно утрачивает преимущество в виде дивидендной доходности, который у нас росла значительными темпами, вместе с ростом доходов компании. Но так как стоимость акций тоже растет, это отрицательно сказывается на дивидендной доходности, то есть снижает ее, в то время как повышение ставок ФРС, оно удешевляет стоимость бандов на рынке, и таким образом их доходность растет. С решением, естественно, ФРС на заседании в среду облигации, возможно, еще больше упадут в цене, при этом их доходность вырастет. Логично, что если безопасные активы, то есть казначейские облигации, становятся все более выгодными, то есть устраняется их разрыв в доходности с рискованными активами, то есть с акциями, то это будет давить на рынок рискованных активов, то есть на фондовый рынок. Как только появятся сигналы, что темпы роста корпоративных доходов начинают отставать от темпов повышения ставок, а рано или поздно это произойдет, так как в этом году рост корпоративных доходов в основном происходит из-за налоговой реформы, то вскоре инвесторы начнут все-таки массово избавляться от акций, когда почувствуют, что доходность уже не удовлетворяет их критериям выбора. Цены на нефть выделились сегодня, как я сказал, на товарном рынке резким ростом в понедельник. Сыду с Карабе и России не согласились повышать производство, не согласились сотрудничать с США. Оба сорта почти у нас прибавили 2% сегодня, и вот важная отметка 80$ за баррель. Бренд сегодня смог преодолеть ее, и поэтому после этой отметки у него открываются новые, естественно, перспективы для роста, которые он будет пытаться завоевывать. На сегодня на все, спасибо за ваше внимание, встретимся с вами в среду.